продолжаем нашу работу с вами для цикла художники для инвестиционной коллекции и продолжаем мы ее замечательным художником владимиром яковлевым рассказом о его творчестве я его картинах о ценах конечно естественно а на это цены творчество рассказа художники все интересно важно нужно это все нужно знать и понимать когда вы и коллекционируйте а уж тем более когда вкладываете деньги потому что здесь имеет значение все ценный период имеет значение он есть мы про него расскажем ценная творческая составляющая они у него есть разные это тоже важно и это надо понимать прежде чем инвестировать деньги или понимать сколько инвестировать денег какие картин вот об этом обо всем прям вот идеальный вариант проиллюстрировать все вот эти наши утверждения фразы на предмете великолепных картин на примере великолепных картин владимира якулева начнем с биографии и самого начала кто такой многочисленных сохранившихся фотографий на нас чурится маленький нескладный человек зрение начал терять еще в школе 30 лет уже регулярно лежал в психбольницах последние 30 лет из своих 64 яковлев по меркам обычных людей был почти слепым книги которую он очень любил друзья читали ему вслух сам он не мог даже собственную фамилию для подписи он долгое время переписывал с образца чтобы выходила без ошибок не мастерской не своей квартиры постоянно под обекой неравнодушных людей казалось бы какой здесь в каком месте вот из того что я сейчас прочитал звучит великий художник замечательный художник это описание как будто несчастного человек был он счастливым был несчастным с точки зрения нас сами обычных людей это конечно несчастный человек точки зрения искусства и творчества выдающийся художник и вот сейчас то что я стою на рядом с этой картиной вот идеальная иллюстрация того что делал этот человек и многие многие которые увидят первый раз подобную работу скажут здесь нет ничего сложного здесь ерунда так любой нарисуй вот мы вас уверяем так любой не нарисует и искусствоведы эксперты а это важная вещь при инвестициях во владимире обязательно экспертизы обязательно вам инвесторам которые еще не насмотрелись еще не ловят этого всего да и просто для спокойствия вкладывать для четкого такого равномерного полномерного нормального вкладывания денег обязательно наличие экспертизы сразу же покажем в каком виде они могут быть пожалуйста валерий силаев вот так это выглядит имея такие бумаги вот к этой картине непосредственно не о чем говорить все сразу в порядке и можно покупать и вкладывать деньги и считать будущую прибыль вернулись биография художника толчок важнейший толчок как и всего развития искусства нашей стране советской еще тогда стране это 1956 год 57 фестиваль молодежь странная вот казалось бы ни на что не влияющее мероприятие официоз а на самом деле прорывной с точки зрения искусства нам для многих открылись глаза в том числе владимира яковлева это послужило толчком в его художественной биографии и у многих шестидесятников это тоже самое сейчас мы слышим иногда это они списывали многие подсмотрели в тот момент что-то еще ничего подобного ничего подобного творческое переосмысление развития каких-то идей это обязательно это обязательно составляющих любого художника никто не рождается в вакууме или в пустоте сразу прям бах и что-то новое открыл это обязательно развитие конечно но исключительно по-своему я говорю сравнить не с чем и не с кем и ничего простого в его творчестве нет ну что мы сказали плохо видел конечно этого сейчас посмотрим вот пожалуйста посмотрим вот на эти черно-белые фотографии замечательного фотографа где мы видим как выглядел художник по зрениям было совсем все плохо и тем не менее это не мешало ему быть замечательно великим художником как он рассматривал картины за каким-то боковым зрением или вплотную прислоняясь к изображению там вот как скан да как сканер сканировал сканировал и она у него складывалась целиком то же самое здесь и вот эта удивительная особенность его зрения передана вот в этих работах в нервных заряженных то что нам и требуется от него и что почти невозможно передать вот эту энергетику обычно подделываю подделываем его работы это вот какие-то вялая такая попытка вялая очень безвольно очень слабая рука и вот нету нет ни энергии не нерва ничего этого нет это сразу видно для тех кто нас смотрим кто часто держит руках настоящий работы владимир якуля это сразу видно для тех кого нет обращает внимание на простоту смотрим и подкрепляемся обязательно экспертизами ну про то что он периодически лежал психбольницах и и тогда уже на самом деле знали люди о том что перед ними художник настоящий художник и приносили ему туда листы и краски и он там же занимался своим творчеством более того это удивительная вещь когда несмотря на имеющуюся иногда ревность творческих людей друг другу к успехам друг друга владимир яковлев из этого ряда точно выпадал о нем чаще и больше всего по-настоящему заботились то есть это абсолютно позитивная история не надо вот сваливаться по какой-то там что вот он был убогий его там все жалели том числе в первую очередь заботились и понимали его значимость для искусства по ценам по творчеству на что-то мы уже перечислили с вами важные вещи первое это собственно темы здесь давайте сюда перепрыгнем а потом может быть вернемся живопись ну кстати сразу оговорюсь редкий случай когда живопись и график а график что такое-то гуашь акварель карандаш и все остальное живопись это масло холст масло темпер живописи в творчестве владимир яковлева очень мало как правило кстати вот вам интересная информация графика стоит раз в пять дешевле чем живопись лучшее с владимиром яковлевым это не так это более или менее близко потому что его графические его гуаши абсолютно сопоставимы по качеству живописными работами поэтому обращать на это внимание надо на технику живопись до масла холст крайняя редкость и на это сразу надо обратить внимание но в большинстве своем мы любим мы ценим это как раз гуаши яковлева поэтому здесь не критично не принципиально следующее это собственно темы у него очень редкая и очень самый дорогого пойдем от дорогого к такому попроще да по бюджетнее по демократичнее по ценам одно из редких и дорогих одни из тем это впечатление от работ пикассо кошка с птицей вот если вам попадется картина на которой будет изображена кошка с птицей в зубах или как-то еще это прям вот сигнал действует покупать и диапазон таких цен может быть в районе 20 тысяч долларов а это деньги тут же рядом стоит портрет ветра та же самая история тема очень красивая в исполнении владимир яковлево значит птица с кошкой портрет ветра это прям вот такой а редкость редко район 20 тысяч долларов ну в пересчете на рубли сами прикиньте сейчас я так сразу не соображу следующая тема это цветы вот то что перед нами в разном исполнении сейчас мы вам кое-что еще покажем вот такого уровня это кстати говоря немножко немножко редкая вещь потому что очень большой размер обычно у него меньше а следующая работа я покажу какой у него чаще всего встречающийся размер и тем не менее вот пожалуйста те самые цветы в десятые годы оптимальный вариант для покупка инвестиций это 70-е годы вот эта работа как раз из разряда этого 73 год виток классика вот такой уровень работ стоит район 300 500 тысяч рублей это вот то что мы сейчас с вами говорим январь 2021 года что если вы будете смотреть сильно после тут надо прикидывать по курсу но сейчас это именно так район трехсот пятисот тысяч великолепная причем и за 300 купить выгодно и за 500 купить выгодно тот случай когда этот диапазон весь правильный дальше по желанию следующий ну что может быть еще дорожку пример вот такая замечательная работа тоже цветы тоже сохраняется все качество присущие это что требуется от этого художника только еще и красивый энергетика присутствует и цвет и яркость все что надо вот это прям вот классика классик эталонный вариант вот так вот скажем если нужен красивый яковлев вот он перед вами и это может стоить от 500 тысяч рублей до миллиона абсолютно на полном спокойном серьезе такие что мы встречали покупки уже в этом диапазоне причем за 500 безусловно выгодно оторвать с руками миллион это уже так по хорошей такой цене и тем не менее такие выдающиеся вещи большом счет не важно сколько стоит что вы в будущем обязательно выиграете а если покупаете себе в коллекцию так тут и говорить не о чем безусловно такая вещь просто необходимое и украшение и вот тот самый размер про который говорю чаще всего встречаются именно такого размера работы еще одна часто попадающаяся на торгах если не сказать массово это вот такие рисунки район 15-20 тысяч рублей их много иногда их продают прям по несколько штук там пачку такой десяток и так далее тоже смотреть чтобы было подтверждение эксперта потому что кажется что их сделать очень легко и просто отдай какому-то любому человеку нездоровый психи он те что-то такое накалякает не накалякает так а уж тем более тот кто будет пытаться это подделать не накалякает это все-таки художник и это видно а тем не менее работы пока такие ни разу не дефицит купить можно с точки зрения инвестиции я бы их рассматривать не стал они уже давно достаточно давно находятся в этом диапазоне и предположил предпосылок большому росту нет ну хорошо купили за 10 а сможете править за 15 ну как бы да как бы инвестиции даже 50 процентов но в общем говорить здесь не о чем вот разобрали замечательного художника его творческими этапами его техникой и с его темами вот не еще раз давайте подытожим в конце а что обращать внимание первое на год 50-е годы это хорошо второе на тему если птица с кошкой великолепно портрет ветра великолепно это дорого и это надо покупать обязательно в коллекцию инвестиции следующая основная тема Владимира Яковлева и в общем большинство почему его знает это вот цветы 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 разного качества смотрите вот мы вам сейчас демонстрируем идеальный талонный вариант в этом исполнении и такой же идеальный талонный вариант в другом более нервным более я бы даже сказал яковлевском вот чаще всего такие работы мы с вами будем встречать продажи в своих коллекциях и следующий самый простой вариант больше для подарка больше для вот такого приятного подарка кому бы то ни было ну либо в своем личном пространстве это те самые рисунки о которых мы говорили пока в них инвестиции инвестиционного потенциала нет теперь чего опасаться опасаться поздних работ 90-е годы очень внимательно очень внимательно на это все смотреть особенно на очень красивые работы 90-го года очень внимательно перепроверять перепроверять лучше всего если они из какой то очень хорошей коллекции и обязательно подкреплять это все экспертизами Если все эти условия мы с вами соблюдем, выдержим, у нас замечательные инвестиции в замечательного художника. Прибыль и удовольствие.